какие профессии вы считаете профессиями будущего ну это веб-дизайн в общем все что связано с интернетом с компьютером созданием вот эти нанотехнологии но при всем при том профессии будущего хотим мы этого или нет это и медицина это и педагогика то есть преподавание это и что еще это инженерии это строительство то есть есть какие-то перманентные вот эти единицы которые от времени не зависят потому что кушать хотят все дом и квартиру иметь хотят все одеваться хотят все да там что еще на самолетах летать хотят все что еще там у нас лечиться и учиться все хотят то есть вот эти профессии они будут всегда были есть и будут а из новых вот эти я говорю нанотехнологии все что связано вот с этими новыми достижениями физики химии да вот в компьютерном деле информатики вот это профессии будущего верите ли вы в н.л. существование у неземных цивилизаций да верю потому что совершенно очевидно что мы не одни в этом огромном космосе во вселенной совершенно очевидно что есть и другие цивилизации и возможно более древние более развитые и они сюда прилетают в ереване я сама лично видела в армении видела эти н.л. в воздухе и не не единожды у меня даже дома хранится кусок земли который расплавился под ножкой н.л. тарелки которая приземлилась у нас на улице ленинградя это было девяносто третий девяносто четвертый год в общем 90-е годы у меня дома это дело хранится вот и тогда и это все видели все жители вот этого района водители там машин потому что это было вечером и все там в общем представляете полгода туда сбежалось правда была по-моему глубокая осень или зима но не снежная вот и там даже скорая помощь это остановилась с больным вместе смотрели на это вот что определяет хорошую хозяйку в доме если исходить из того что невозможно успеть все я например не принимаю разбросанного в доме мусора вот реально мусора или вот чтобы грязные трусы валялись на мониторе вашего компьютера чтобы стояла кружка с плесенью на остатках кофе или там грязная раковина с волосами грязный унитаз там вот вот этого я не приемлю ни при каких обстоятельствах то есть дома должно быть чисто аккуратно вещи должны быть разложены по своим местам но понимаете как если за этим следить постоянно то это не сложно потому что вы взяли вещь вы кладете ее на место вы не швыряете где попало вы туалетная бумага кончилась в этот ролик вот этот картонный не бросаете где-то в холи на пол да вы выбрасываете в мусорный бак сейчас я объясню почему я это все говорю для меня в доме самое главное это чистая кухня плита там раковина посуда чистая полотенце ванная чистая все что касается опять умывания всего-всего это обязательно убранная постель ни в коем случае постель в доме не должна быть такой знаете расфристанной ни в коем случае а ну и надо бывает что ты одежду не успев шкаф повис на на стул повисованы да ради бога это не смертельно туфли там не туда совсем положил там где-то не так стоят тоже не смертельно у нас на барьере ван очень пыльный город очень пыльный и вот по вечерам когда ветра поднимаются а тут кругом стройки потом еще деревьев вырубают значит земли кругом полно потому что зелени нет кислород нет и воздух сухой и когда ветер вот это все поднимается и летит и вот утром ты можешь вымыть все полы и всю пыль вытереть да все ведь на следующий день утром после такого ураганного ветра ты так смотришь вот таким слоем цемент песок вот так на мебели вместе с пылью пол становится каким-то серо беловато серым от этой пыли и цемента ну невозможно когда человек ходит на работу с утра до вечера до работы невозможно каждый день мыть пол каждый потом это невозможно паркет жалко сколько можно его мыть но следить за чистотой я говорю санузла кухни холодильника да вот это необходимо мусор я говорю не должен везде валяться тут съел это оставил там персик паял косточку оставил там что-то это самое грязная тарелка на столе стоит вот этого не должно быть ни в коем случае а пыль и вот это вот это все просто то что создается искусственно вносится в дом с улицы ну я думаю ничего страшного если в неделю два раза помыть это все ну пыль еще можно вытереть но полы мыть каждый день это невозможно просто невозможно потом хороший у хорошей хозяйки всегда должен быть хороший обед обед можно и на 2 и на 3 дня готовить номер дома можно вообще на 3 дня готовить так же как и борщ ничего страшного это можно сделать там гречку сделать там еще что-то на 2-3 дня потому что все люди работают у всех сейчас графики такие насыщенные это не как раньше ты сидишь дома и ты чем что-то варишь паришь нет сейчас не так сейчас все вкалывают еще дети на тебе еще там старики еще что-то так что для меня основное это чистота вот этих всех служебных помещений это убранные вещи чтобы вот это все не валялось ну а остальное знаете как я говорю есть люди которые приходят в дом ой ты знаешь я вот так пальцем провела там такая пыль была не ходила бы в этот дом это что такое пришла в дом еще пальцем проверяет какая там пыль есть еще люди которые приходят к ой какие-то у нее просто не странные там какой-то у него матрас так как уходит в твое тело что ты лезешь в спальню вообще я не люблю когда гости приходят и по всей квартире знаете как санэпидстанция ходят и начинают все проверять да так причем из-под тишка да так а потом сплетни по всему городу распространяют а то что я говорил насчет мусора в доме вот моего покойного супруга ну у старшей дочки еще как-то как говорится запившей водочкой можно потерпеть а у младшей дочери потом вы знаете оказая в другие дома тоже ходила простите в самые разные дома попадала и к инженерам там к преподавателям профессорам каким-то и к людям попроще что творится в этих английских домах это что-то страшное это невозможно представить вообще так дверь открывается парадная и ты стоишь ты не знаешь куда ногу поставить значит весь пол в холле это остатки бутербродов гамбургеров каких-то вот эти валики ролики из туалетной бумаги в бесчисленном количестве да чтоб 10-15 если не больше это спрашивается это же сколько времени вы не убирали что вот это все вот так валяется в таком количестве вот я там видела грязные трусы так наизнанку вырунтые на компьютере лежали вот эту кофейную кружку с плесенью уже там сломанная дверца шкафа на кухне грязные сковородки я как в этом можно вообще что-то готовить знаете посуда может быть старенькая и уже поношенная недорогая даже самая простая но она должна быть чистой очень чистой то есть вот сам гигиен нормы нельзя так сказать нарушать это однозначно и то же самое вот я говорю ванна туалет это все должно быть идеально чистым как вы оцениваете так сейчас минуточку итак продолжим я прервала запись на некоторое время надо было обед приготовить и к тому же подзарядить аппарат фотоаппарат поэтому я дала небольшую паузу на час и я думаю что мы сейчас можем продолжить значит последний вопрос на который я отвечала это был вопрос о том как определить хорошую хозяйку я тут только хотела еще добавить что хорошая хозяйка никогда грязную посуду не оставить ни под каким предлогом ой я опаздываю ой там после обеда тут же это буквально пять десять минут это много времени не занимает если конечно вы не готовите так что у вас подгорает все на свете потом это невозможно очистить не об этом речь это тоже кстати характеризует хозяйку ну я говорю вот посуда плита они должны сверкать и блестеть я говорю это совершенно несложно если это делать тут же вот приготовила все раз раз почистила тем более при том что сейчас столько разных чистящих средств и от жира и от того и от другого это буквально занимает 2-3 минуты не более того ну если хозяйка такая как мы говорим неряха и у нее все летит стреляет и так сказать разливается и брызгает ну это совсем другой разговор но так сказать если она правильно готовит то такого по идее быть не должно вот так что вот я хотела это добавить что очень многие женщины я знаю грешат этим ой ладно я приду потом помою ой ладно утром встану помою я уставший нет вот я никогда не лягу спать если не дай бог у меня кружка даже одна там будет стоять а полосни поставь потому что никогда не знаешь какой будет завтрашний день что он преподнесет тебе может так случиться что вот не успеешь и что тогда тогда дом превратится в дом англичанина кстати я очень советую посмотреть у них есть тиви ченнел 4 и там раз в неделю по-моему тогда было раз в неделю сейчас не знаю как передачи есть how clean is your house то есть насколько чист твой дом я еще раз повторю что англичане это люди которые дотошно считают деньги они никогда просто так на ветер деньги не бросают а тем более телевизионщики и если такая передача причем не только на channel 4 по моему на ITV тоже есть так сказать появилась и уже давно она идет то значит эта проблема очень серьезная потому что они там показывают реальные дома это не постановочные передачи это реальные дома они приходят к реальным людям в дом и показывают вот как люди живут вот посмотрите я когда своим студентам по совету они посмотрели они в такой ужас пришли неужели это правда я говорю да это правда я это видела своими глазами да у разных людей и у сотрудников потому что ну там приглашали в дом или там по делам заходили что-то у соседей там я видела очень разные дома ну есть конечно чистые нормальные приличные дома но вот таких домов поверьте очень много даже когда проходишь по улице и заглядываешь в окна так ну мельком конечно нельзя стоять впилившись но если так мельком заходишь смотришь ужас просто ужас поверьте мне это это ужасно я это видела как я говорю не только в портсунте но и в манчестере в стокпорте там бафф не бафф это извините в общем где я там жила конголтон то есть в разных совершенно местах да это суть нации да вот суть нации это один сплошной большой выпендрешь перед всеми что вот они такие англичане они это сказать несут цивилизацию вот они такие все цивилизованные у них надо всему учиться а вот чему учиться это большой вопрос это большой большой секрет я бы сказала как в детской песенке и более того я говорю люди которые пробкой затыкают раковину причем это затыкается не только у себя дома но и на вокзалах в аэропортах в ресторанах в кафе где-то на станциях везде где есть общественные туалеты там все раковины с пробками затыкаешь и вот в этой воде зубы глаза нос все вот так вот в этой воде получишься вот когда англичане научиться умываться пользоваться проточной водой смывать моющее средство которое это химия это страшная химия а не так вот в пене брать тарелку и ставить точно на сушилку я когда это увидела там вот как раз у меня сотрудники я говорю что вы делаете простите конечно он так как дурочка сразу смотрит они очень любят играть под дурака сразу так тип тип глаз как так а это все специальное средство для мытья посуды я говорю ну и что ну это же химия это канцероген это надо смывать проточного правда вот что вы на это ответить влезают в ванну принимают вы понимаете она в ванну принимает в пене вот так выходит и сразу так жжи полотенце или там халат махровый на себя не подушни ничего она видите ли выкупалась чем это отличается от того как купались и мыли посуду в средние века их рыцари то ничем не отличаются это ужасно это кошмар я рассказывала я не буду сейчас повторять найдите мои другие болталки про англию вот там вы это все найдете вот так что они мало изменились с тех времен но весь мир пытаются учить жить так что и пятки у них грязные и ногти рук и ног с травмой каймой вот когда и в больничных униформах домой ездит на городском транспорте туда-обратно и вот весь этот халат или эта униформа она вся с такими темными черными грязными разводами вот эти края все грязные а потом она идет к больному делает ему уколы скажем процедурная сестра вот так что пусть мне никто не рассказывает то же самое я в париже видела это ягод сегодня вспотел это вчера это позавчера я вспотел а теперь я подушился вот я такой весь свежий пусть мне никто не рассказывает что европа это центр цивилизации пусть не рассказывает так что это то что касалось хозяйки вдоль дальше как вы оцениваете новомодную страсть мамочек к различным развивашкам буквально с пеленок вы знаете эти развивашки разные конечно насиловать маленького ребенка особенно до года какими-то такими особыми развивашками ну наверное не стоит хотя вы знаете дети сейчас тоже какие-то другие пошли они раньше развиваются раньше созревают и потом смотря какие развивашки я говорю если в эти развивашки затесались барби кен и прочие вот эти американские куклы твари вернее они куклы я даже не знаю как их назвать куклы зомби я не знаю как их назвать в общем мерзость тогда нет такие развивашки не нужны если это развивашки типа вот этих как они назывались как они назывались в общем даже мультики есть на эту тему да какие-то кляксы какие-то привидения не знаю что в общем нет этого не надо вот это точно не надо маленький ребенок должен развиваться гармонично пусть он сначала цвета учит пусть он сначала разные формы учит там пирамида кубик квадрат шарик мячик я не знаю короче вот собирать разбирать пирамиду или там с кубиками играть вот это называется гармоничное развитие ребенка а когда ребенку вот этих черепашек ниндзи и всякую прочую гадость на него все это выливают это не есть хорошо миссия тюк и хорошо у ребенка в голове получится такая невероятная каша в результате он плюнет на все это потому что это ему страшно надоест вот пожалуйста мой компьютер отказывается включаться он так периодически вздыхает вот так что с детьми надо заниматься вы понимаете многие мамаши ну папашки все на работе и очень мало они детьми занимаются редкие папаши занимаются а мамаши ну что особенно вот нынешние молодые мамаши ну какие они матери они так детей по моему рожают для галочки чтоб свекровь заткнулась что вот я так сказать плодовитая нормальная небесплодная вот я родила вам отпрыска сидите радуйтесь и в общем то этот ребенок мало им нужен мало им интересен и они больше занимаются своими физиономиями вот этими губами этими силиконами в общем короче собой вот они занимаются а дети так как это приложение бесплатное я говорю я никогда не забуду вот у нас перед домом здесь куча кафе и ресторанов они так из одного перетекаешь плавно в другое я как-нибудь сниму так тайком видео чтобы не очень то явно было вот посмотрите что это так вот всю улицу сниму сидит мамаша ну то что она мамаша знаете я бы сказал что это весьма условно рядом с ней там качаясь там что еще нехорошо держится на ногах где-то полутора годовал двухлетний такой ребенок а в коляске маленький ну я не заглянул так то есть ну маленький ребенок новороссий не знаю сколько ему там три-четыре месяца но так дрыгал ножками и что она делает вот она сидит и курит колен и дым так прямо на этих детей если кто-то мне посмеет сказать что это безвредно вот как говорится крепко выражусь слов не пожалею потому что это все отрава это все имеет наркотические какие-то в себе элементы и это все выдувать на детей и вообще детей таскать по таким местам это просто безобразие вот я на своих студентах бывших смотрю у кого сейчас дети родились бесконечно фотографируется тут там за рулем машины не знаю где еще слушайте молодые мамы поймите что ребенок это не последняя кукла это живой человек это ваш ребенок это не вот та барби с которой вы привыкли в детстве играть а это настоящий живой человек и этот человек требует заботы требует внимания требует ухода да перестаньте ходить по кафе и ресторанам ничего с вами не будет мы же не умерли от того что мы какое-то время вот были посвящали свою жизнь детям и не ходили по кафе и ресторанам по гостям разным у себя особенно не принимали так положено потому что маленький ребенок он открыт для разных инфекций маленький ребенок он стресса неустойчивый и вот придут к вам гости а и там какие-то эти пьянки гулянки веселья это все отражается на психике маленького новорожденного ребенка не надо ребенка без конца везде демонстрировать это очень плохо один человек посмотрит с любовью десять посмотрят с завистью и ненавистью оно вам надо зачем вы к своему ребенку притягиваете такой негатив такое количество негатива этот шум это пыль это грязь эти тяжелые металлы которые вот с угарным газом не с угарным выхлопным я извиняюсь газом выходит маленький ребенок это все берет на себя вы понимаете это или нет вот я обращаюсь к молодым мамам имейте совесть в конце концов или не имейте детей скажите я не хочу я не готова быть матерью или раз уж вы родили так побойтесь бога займитесь своим ребенком не надо из ребенка делать знаете какой-то фетиш который ты всем еще и демонстрируешь вот посмотри вот так вот как будто ну слушайте это не щенок не котенок не кукла это живой человек у него нервная система ранимая он еще только вышел в этот свет на этот свет божий он ничего еще не знает он весь зависит от вас да посвятите себя этому ребенку год два три ничего с вами не будет никуда вы не денетесь потом будут и гулянки и развлечения все будет ну пожалейте этих маленьких детей нельзя такие вещи делать когда говорят ой молодость там проходит слушайте молодость никуда не проходит молодость у вас в душе если вы в душе старуха вы и в 20 лет будете старухой а если вы в душе молодая вы и в 70 лет будете молодая и сексом будете заниматься и любовника будете иметь или мужа хорошего и все у вас будет в порядке все зависит от того что у вас в душе и в голове понимаете это действительно очень важно детей беречь надо сейчас жизнь настолько стрессовая настолько она понимаете вот такое ощущение как будто напряжение перед грозой вот такое состояние в мире везде зачем маленького ребенка окунать вот во все это дерьмо зачем смысл какой потом вы будете плакать локти будете кусать уши себе будете отрывать какая я была дура вот зачем я вот почему вот потому что не слушайте взрослых потому что слишком самонадеянно потому что вам кажется что вы все на свете знаете если вы извините переспали родили ребенка все вы уже все на свете знаете да ничего подобного ничего подобного на вас ложится тройная ответственность и ребенок и дом и муж а еще если и работа так 4 значит такие вот ответственности ложатся на вас ну наступает момент жизни когда надо взрослеть когда ко всему надо относиться ответственно вот если нет у человека чувства ответственности вся его жизнь идет наперекосяк у него все бывает не так потому что он безответственно потому что вот ему что-то взбрело в голову а ну ладно я это сделаю а там плевать какие будут последствия ой да ладно там это нельзя так нельзя жить я говорю пожалуйста я обращаюсь к молодым мамам пожалуйста вспомните что вы мамы и что это ваши дети которых вы с таким трудом рожали выносили 9 месяцев родили молодцы хорошо сделали так вот дальше не портите это понимаете не портите не уродуйте своих детей потому что потом будет очень поздно и уже ничего нельзя будет изменить сейчас я посмотрю что с моим компьютером происходит это это реальная катастрофа просто какая-то ой вроде сейчас включается сейчас посмотрю так компьютер включился переходим к следующему вопросу извечный вопрос во времена ссср было лучше вы знаете были вещи которые были действительно лучше то есть даже сравнивать нельзя одно то что у нас прекрасная медицина была это я поняла уже это я тоже выросла в семье врача хорошего врача то есть я хорошую медицину от плохой отличаю но тем более когда я за рубежом побыла я поняла что наша медицина советская она прекрасная вот прекрасная а самое главное она гуманная у нас бесплатная медицина была бесплатное образование квартиры люди получали от государства бесплатно у нас например любой человек начиная от уборщицы кончая директоров могли поехать санаторий отдыхать лечиться бесплатно кстати за счет государства или там дома отдыха какие-то копейки платили остальное все было за счет государства все коммунальные услуги стоили буквально копейки на зарплату человек мог спокойно жить да возможно у нас не было новомодных тряпок возможно у нас не было какой-то новомодной западной там музыки еще чего-то да этого у нас конечно не было мы не могли так спокойно выезжать за рубеж хотя вот что интересно колхозники вот крестьяне рабочие дворники уборщицы могли поехать за рубеж вот как это ни странно интеллигенцию не пускали то есть это очень редко в крайних случаях или там гастроли или еще что то то есть вот так просто поехать по путевке куда-то это было ну в соцлагерь там типа польша чехия болгария это еще можно было но в кап страны нет конечно но я говорю были вещи которые были намного лучше чем сейчас намного лучше и с точки зрения качества и с точки зрения того что государство заботилось о своих гражданах и пусть никто мне тут извините мысли не толкает что сейчас вот а что сейчас а что сейчас когда интеллигентный человек получает копейки и не может своего ребенка так сказать не позволить себе чтобы ребенок поступил на платное отделение ну скажем мало не хватило ребенок попал на платное нет денег квартиры все это бешено стоит коммунальные услуги безумно дорогие в общем короче сейчас такая ситуация что люди живут вот буквально едва-едва я говорю о нормальных людей не о варах и бандитах и таких лжебизнесменах которые просто мафиози я не о них говорю я говорю о нормальных людях понимаете то есть да были вещи которые конечно желательно было сохранить хорошие программы учебные были хорошие учебники были сейчас это катастрофа вот я смотрю на учебники своего внука а мне кстати зрители пишут что это не только в армении но и в россии в других республиках вот так изуродовали образование просто изуродовали якобы избавились от советских учебников а что извините учебник географии причем тут советский не советский да или там учебник средние века история или там еще что то ну слушайте математика физика это такие науки что они с политическими взглядами государства ну никак противоречий не входит просто науки или биологии там анатомии или еще что то такое да там природоведение но были нормальные учебники они были рассчитаны правильно да на детей определенного возраста об этом все думалось думали люди создавали это все сейчас это просто катастрофа вот с 90-х годов знаете такое впечатление как будто да у нас в университете тоже есть такие люди которые учебники пишут простите звонок я сейчас вернусь так звонил мой рубашку он сейчас ко мне придет он очень любит ко мне приходить он здесь так сказать душой и телом отдыхает потому что с моей мамой сейчас очень сложно у нее сейчас жуткое состояние то есть старческий маразм просто зашкаливающий и ребенку там находиться очень тяжело он просто весь на нервах и так вернемся снова значит к последним трем вопросам какие языки помимо английского советуете изучать на сегодняшний день вы знаете очень многие сейчас ударились в китайский корейский японский ну в принципе понять можно потому что эти языки в мире тоже очень распространены ну не так как английский но тем не менее я бы советовала испанский потому что на испанском говорит испанский или португальский на этих языках говорит вся южная америка центральная америка ну испания португалия и в африке есть государства которые говорят на этих языках ну и не так много этих государств все таки они есть ну французский немецкий вы знаете я скажу вам так что любой иностранный язык это бонус какой бы язык вы не изучали это бонус то есть знать несколько языков это всегда хорошо это очень здорово ну вы знаете когда люди говорят я знаю там сколько-то языков а потом как копнешь оказывается что человек просто говорит здрасте до свидания как пройти куда-то и сколько это стоит это не есть владение языком если вы о таком владении ну это не серьезно а если что-то серьезно хотите изучать ну я говорю сейчас очень модно модно стало вот изучать китайский японский корейский ну и испанский тоже в общем-то изучают потому что много государств которые говорят на этом языке какие газеты журналы вы раньше покупали или выписывали ой мы столько газет журналы выписывали что они не помещались наш почтовый ящик ну так сказать известия правда мы как-то особо нет известия выписывали комсомольскую правду до раньше это было газета часа называется голос армии тогда было коммунист ну в смысле наша местная газета информационная такая вот как известия скажем да или правда это выписывали потом выписывали журналы типа новый мир знание силы наука и жизнь огонек огонек не всегда кстати потом выписывали юный натуралист выписывали новый мир шикарный журнал там как раз печатали в новом мире и печатали да иностранная литература вот иностранная театра новый мир там как раз современных писателей печатали так что вот вот такие вещи мы выписывали то есть у нас всегда очень много периодики было и многие вот из этих журналов мы сохранили ну скажем вот иностранная литература или новый мир да потом литературную газету выписывали обязательно иногда работницу выписывали ну так особенно нет со мной иногда больше для вас то есть у нас такими стопками лежали дома вот эти газеты журналы но мы активно читали всегда да еще выписывали науку религию это очень интересный журнал был очень хороший такой журнал это это не бабские сплетни это не желтая пресса это такой действительно научно познавательный интерес покупать уже не покупали потому что выписывали столько чего что куда еще и последний вопрос да закончите ваше видео пожеланием вашим подписчикам такое чтобы от души вы знаете я очень рада что у нас санушек столько подписчиков друзей потому что я считаю что люди которые нас смотрят это наши друзья да вы далеко да мы не всегда имеем возможность встречаться видеться реально в жизни хотя бывают случаи когда мы встречаемся люди даже приезжают в Ереван чтобы с вами встретиться мы это очень ценим и спасибо большое за такое к нам отношение ну как бы по любому мы считаем вот всех подписчиков и зрителей наших нашими друзьями а что можно пожелать друзьям то что ты пожелаешь себе прежде всего а себе можно пожелать я от души желаю большого человеческого счастья такого чтобы жизнь ваша была наполнена чтобы каждая минута вашей жизни была наполнена чем-то светлым радостным хорошим чтобы вам не приходилось сидеть копейки считать чтобы вы жили знаете как и в достатке и в самоуважении и чтобы сами были такими самодостаточными людьми и чтобы вокруг вас было много хороших людей чтобы было много друзей на которых можно всегда положиться потому и еще самое главное пожалуй здоровье потому что когда у человека есть здоровье можно и деньги заработать можно и поездить посмотреть да вот какие-то радостные минуты себе устроить в жизни а без здоровья это все очень сложно поверьте так что я желаю вот вам крепкого такого ну я не скажу богатырского но такого хорошего здоровья сил энергии всегда вот пожелаю вам всегда иметь юношескую душу чтобы ваша душа всегда была молодой чтобы вы всегда радовались хорошим событиям в жизни чтобы в вас как можно позже проснулся старик или старушка чтобы вы всегда понимаете были с улыбкой всегда доброжелательные потому что знаете вот это ворчание старость никому это не надо это гигатив это отрицательная энергия которая будет распространяться вокруг вас и вам будет от этого плохо и всем вокруг вас поэтому я желаю вам побольше позитива думайте всегда вот в позитивном ключе всегда о чем-то хорошем радуйтесь даже мелочам надо уметь радоваться мелочам потому что человек который умеет радоваться мелочам он ну естественно большое тоже оценит он никогда не будет вонючкой никогда не будет таким знаете вот как я говорю гнус в доме нет можно быть физически старым человеком но душой молодым и от этого кстати будет и ваше физическое здоровье зависеть меньше жалуйтесь меньше хнычьте меньше понимаете вот этого негатива не нужно это негатив тянет притягивает к себе негатив так что я желаю вам море позитива который вы сами должны создавать хорошего здоровья хорошего настроения независимо ни от чего настроение должно всегда быть на уровне тогда хорошее к вам само придет ну и естественно желаю большого большого счастья чтобы вот и мужчины и женщины находили себе хорошую пару на всю жизнь чтобы это была любовь на всю жизнь чтобы детки вас всегда радовали чтобы родители понимали детей а дети понимали уважали и любили родителей чтобы в семьях была такая гармония чтобы семьи были красивые без измен без всякой грязи да вот без всего этого основанное на любви вот это все что я вам желаю счастливо пока что я вам покажу что я вам покажу